Я приветствую всех сегодня в нашем зале. Мы находимся в студии Московского государственного технического университета имени Баумана. Тема сегодняшнего нашего собрания это интернет-урок, который мы проводим первым, потому что их у нас будет всего пять. Напоминаю вам, что на сайте Здоровой инициативы, это общественная организация волонтерская в образовательной среде действующая, антинаркотическая организация, на сайте размещено полностью расписание всех интернет-уроков, которые будут проходить в течение июня, июля, августа и сентября месяца. Сегодня у нас первый интернет-урок, он будет посвящен теме мотивации здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. И сегодня же во второй половине дня у нас будет второй интернет-урок, касающийся формирования культуры, безопасного образа жизни в образовательной среде. Напоминаю всем присутствующим в студии Московского государственного технического университета имени Баумана о том, что мы с вами начали уже прямую трансляцию по интернету. Адрес также был заранее указан, и на слайде вы видите, это интернет-адрес, по которому любой желающий может подключиться и посмотреть в прямом эфире онлайн-трансляцию сегодняшнего интернет-урока. Кроме того, будет проводиться запись сегодняшнего интернет-урока на носители, и после также запись будет вывешена на сайте здоровой инициативы. Это волонтер.бмсту.ру Поэтому вот в сегодняшнем режиме я хотел бы с вашего позволения открыть и начать этот интернет-урок. Для этого я представлю вам президиум экспертов, которые будут в студии работать, отвечать на вопросы, выступать с сообщениями. Поэтому заранее можете готовить специалистам, которые будут присутствовать, вопросы по теме сегодняшнего интернет-урока. Это Семикин Геннадий Иванович, заведующий кафедрой и руководитель учебно-методического центра здоровоизберегающей технологии и профилактика наркомании в молодежной среде. Также Геннадий Иванович является членом общественного совета при ФСКН России и сопредседателем нашего общественного движения «Здоровая инициатива», которая также была создана по инициативе МГТУ Минибаумана, студентов, которые когда-то начали заниматься активно профилактикой наркомании. Доктор медицинских наук, профессор. Далее среди экспертов у нас присутствует представитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Елисеев Александр Сергеевич. Он является начальником отдела управления международным взаимодействием в сфере профилактики. Полковник полиции. Далее среди экспертов приглашен Круг Владимир Михайлович. Владимир Михайлович является доктором психологических наук, профессором, научным сотрудником учебно-методического центра здоровоизберегающей технологии профилактика наркомании в молодежной среде Московского государственного технического университета имени Баумана. И я бы вам хотел представить еще одного нашего приглашенного специалиста, эксперта. Это отец Дмитрий, диакон, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках. Таким образом, я вам представил наших экспертов. Эксперты будут меняться. У нас еще придут в течение дня другие представители и Министерства образования, и представители Московского научно-практического центра наркологии, которые также будут отвечать на имеющиеся у нас вопросы и вопросы, которые поступают по интернету. У меня имеется связь с теми, кто к нам подключается. В письмах, которые мы рассылали по образовательным организациям, были указаны все координаты и сайта Здоровой инициативы, и моя электронная почта, куда заранее поступали вопросы. Плюс, к тому же, могут в онлайн-режиме мне посылать вопросы сегодня. Я также их буду озвучивать и задавать, передавать вопросы экспертам, для того, чтобы мы их смогли обсудить. Кроме того, хотел бы напомнить то, что у нас на сегодняшнем мероприятии эксперты будут выступать с докладами и сообщениями и отвечать на вопросы. Поэтому, если те студенты, представители других организаций, которые находятся в зале, вы можете мне заранее в письменном виде листочек с вопросом передавать, чтобы не отвлекать других. Я буду его отбирать, зачитывать и потом задавать тому, кто будет выступать. Поэтому вы пишите вопрос и вопрос, кому вы его хотите задать. Или просто вопрос. Тогда я сам буду определять, кто может на него ответить или спрашивать у специалистов. Договорились? Хорошо. Теперь я бы хотел предоставить слово Геннадию Ивановичу Семякину. Геннадий Иванович Семякин является, по должности я вам сказал, но кроме того, Геннадий Иванович является основоположником того направления в общественной деятельности нашего ВУЗа, которое касается профилактики наркомании и создания вот той деятельности среди студентов, которую мы называем общественная, но в то же время она у нас включает в себя полностью здоровый образ жизни, как мы его и понимаем. Пожалуйста, Геннадий Иванович. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, также я приветствую тех, кто вышел с нами на встречу в интернет-пространстве. Тема нашего интернет-урока посвящена очень важному и на сегодняшний день актуальному вопросу. Это здоровый образ жизни, мотивация на здоровый образ жизни и вредные привычки. Здоровый образ жизни у всех завяз в зубах, и многие не понимают, о чем же говорится, и, собственно, как к чему лично молодой человек должен относиться и себя вести. Тут мы должны однозначно понимать, что образ жизни определяется образом мысли, то есть мировоззрением, и относится к свободе личного выбора. Вот как мы о чем думаем, так мы себя и ведем. А затем наши поступки закрепляются в определенные стереотипы и появляются привычки. Это уже психоэмоциональная сфера, подсознательная. И если мы закрепляем в сознании нездоровые привычки, то мы даже не осознавая, не понимая, не контролируя, воспроизводим те действия, те поступки, которые в конечном итоге разрушают нас самих и разрушают наши отношения с родными, близкими и другими людьми, которые определяют наш социум. Поэтому образ жизни – это образ мысли. Если он у вас здоровый, направлен на ваше саморазвитие, направлен на вашу самореализацию, естественно, этот образ жизни укрепляет ваши социальные связи и гарантирует вам в том числе социальный успех. Сейчас пропагандируется амбициозность. Об этом можно, конечно, спорить, но еще хуже, когда у человека нет никаких зновидных замыслов. Я бы так трактовал. У человека должна быть цель в жизни. Амбиции часто связаны с тщеславием и манипулируем в нем сознание человека. Но в этот раз мы об этом не будем углубленно говорить. Поговорим на других интернет-занятиях. А сейчас коснемся вашего личного выбора, вашего образа жизни и, соответственно, профилактики вредных привычек. Здесь, конечно же, каждый из нас делает свой нравственный выбор из системы ценностей и понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо, когда в семье заложили, в школе тоже дали эти представления. Но с определенного возраста, когда человек начинает самоутверждаться, это подростковый период, он уже самовоспитывается, саморазвивается. Вот плохо, если человек всю жизнь так и остается подростком. То есть он не находит своей цели, своего смысла и самоутверждается, а не самореализуется. Это я к тому говорю, что мы с вами рассматриваем ситуацию молодежную, когда от подростковых форм психических, эмоциональных, волевых реакций на происходящее событие, то есть на адаптацию к этим событиям, любого плана. Мы должны реагировать таким образом, чтобы быть не объектами, а субъектами происходящих социальных процессов. Потому что личность – это и есть субъект социальных отношений. До тех пор, пока мы не живем в себе детскость, подростковость, то есть желание самоутвердиться, доказать всем, что вы вот такой амбициозный. Здоровый образ жизни не может быть. Это путь, скажем так, к социально-психологической дезадаптации, когда возникают комплексы, человек не в своей тарелке. Сначала внутренние конфликты, потом внешние конфликты. И дальше все, в общем-то, идет по одному и тому же сценарию. Психические проблемы, психологические проблемы перерастают в психосоматические заболевания. Ну, а дальше, либо человек может регулировать своим статусом и становится здоровым, либо он начинает понимать, что болезнь – это то состояние, за которое можно спрятаться и все свои несовершенства личности предлагать людям объяснение. Да вот я больной, а не потому, что я какой-то другой. Я-то могу достичь, но вот есть какие-то обстоятельства. Я к тому клоню, что мы не должны зависеть от обстоятельств. Именно в этом величие человека. И по этому тему, которую мы сегодня затрагиваем, она мировоззренческая, она очень важная. И я надеюсь, будет для нас полезной, для всех. Тема моего доклада – здоровье, сберегающие технологии. Если образ жизни определяется нашим с вами личным нравственным выбором, то во многом это зависит от условий социальных. Поэтому образовательность среди – это как раз возможность общества, государства создать оптимальные условия для своих граждан, чтобы они могли реализовать вот эти свои потребности в здоровом образе жизни, чтобы они могли эти ценности не просто приобрести, а пользоваться преимуществами здорового образа жизни. Поэтому необходимы законодательные, юридические, нормативно-правовые, административные, специальные и другие институты, которые позволят создать условия для реализации права и потребности личности на ведение здорового образа жизни. И вот один из таких законов о запрете курения, он как раз ярко демонстрирует заботу государства о здоровье. Дискуссию вокруг всех этих вопросов мы потом проведем, а сейчас разрешите, я продолжу свое повествование. Итак, здоровье сберегающей технологии – это, по сути дела, социальная политика государства и социальный запрос общества, как я уже вам сказал, на то, чтобы был социум благоприятствующий реализации личностью свое право на здоровый образ жизни. В Амуту имени Баумна с 1996 году, это впервые в России, впервые в России была разработана и реализуется комплексная программа на здоровье сберегающих технологий в образовательной среде. И как любое управление, если из ЭБМ есть студенты, управленцы, менеджеры, ну, я думаю, что и СИУ, и все системщики понимают, что классическая теория управления подразумевает несколько контуров управления и обязательные условия – обратная информационная поддержка, когда мы отслеживаем те или иные критерии управления. Здоровье сберегающей технологии – это мониторинг социально-психологического благополучия наших студентов на занятиях, в учебном процессе, различных акциях, а также в рамках функционирования Центра здоровья и психологической поддержки, которым, кстати, руководит Миронов Алексей Сергеевич, наш модератор, сегодняшний кандидат психологических наук, доцент кафедры валиологии. Мы проводим различные виды анкетирования, психодиагностики и так дальше, так дальше, так дальше. Все это мы сверяем с данными, которые по здоровью студентов аккумулируются в наших поликлиниках, вы все их знаете, в нашей поликлинике. И из года в год мы можем отслеживать хуже, лучше, без перемен общественное здоровье нашего студенчества. И очевидно, чем быстрее взрослеют наши младшекурсники, то есть, чем ответственнее они относятся в конечном итоге ко всему, что они делают, и, в первую очередь, к своему здоровью. А мы должны понимать, что за все отвечаем мы сами, тем более за свое индивидуальное здоровье. Тем больше возможностей у нас сохранять свое здоровье. Есть инвалиды, люди с ограничениями, врожденными даже какими-то ограничениями в здоровье. Но это не значит, что человек родился и будет, или стал вот с этими ограничениями, с ограниченными возможностями. Нет, сейчас так не говорят, потому что социум тоже изменился. Это те же люди, те же личности с иными возможностями, которые, кстати говоря, и живут чаще всего дольше, продуктивнее, интереснее, содержательнее, они более счастливы. Тех, кто на старте жизни, казалось бы, имел несокрушимое здоровье, но за счет нездорового образа жизни он утратил эти, богом данные преференции. Поэтому, повторяю, насколько мы здоровы и счастливы, в первую очередь, зависит от нас самих, от нашего личного выбора, нравственного выбора, как нам жить с самим собой и с окружающими людьми. Дальше вы видите на схеме четыре основные категории, на которые подразделяются. Вам это хорошо известно по кафедре физического воспитания. И с каждой группой мы предлагаем меры первичной, вторичной, третичной профилактики. Третичная профилактика – это клиническая медицина. Наши ребята, которые либо в кризисный центр, либо в другие клиники поступают по состоянию здоровья, берут академический отпуск, и которых мы курируем. За время академического отпуска мы им помогаем в режиме индивидуального даже такого плана избавления от задолженностей академических, поддерживаемых при восстановлении, таким образом, при восстановлении в ВУЗ. Таким образом, мы помогаем ребятам не потеряться, не изменить свой образовательный маршрут в трудной жизненной ситуации. Вторичная профилактика – это мероприятия, связанные с медико-социальной реабилитацией, с психолого-педагогической реабилитацией и ресоциализацией. Ребятам, у которых есть инвалидность, у которых есть нарушения серьезной здоровья, те, кто нуждается в индивидуальном, даже есть такое в индивидуальном плане обучения, и мы с учебным управлением эти вопросы решаем, и также индивидуальные оздоровительные программы. Ну, вы знаете, что среди нас вот наши красные книжки – это как раз книжки по учету индивидуальных оздоровительных мероприятий, которые мы проводим в рамках, по сути дела, вторичной профилактики нарушений здоровья. Понятно, да? И здесь мы также используем возможность нашего студенческого санатория, профилактория, возможности загородного вступина оздоровительного центра. И сейчас кто-то, может быть, из вас поедет или предстоит поехать вот на такие оздоровительные смены. Во всяком случае, кто в этом заинтересует, может к нам обращаться. И самое главное – это, конечно же, первичная профилактика, это сохранение здоровья здоровых студентов. Здесь мы, значит, осуществляем психологопедагогическую поддержку образовательного процесса. Это профотбор, в частности, военный институт. Это различные индивидуальные консультации для тех, кто обратился к нам в Центр здоровья и психологической поддержки студентов. В 10-м общежитии вы все это знаете. Также в Измайловском студенческом городке, в студенческом санатории профилактории также наши специалисты, к которым вы можете обратиться по принципу, так сказать, территориального прикрепления. И, что очень важно, у нас получается, что учебная и внеучебная деятельность связана вот этой идеологией здоровья и сбережения. Эта информация у нас аккумулируется. Дальше докладывается на ректорате, на ученом совете, где руководство ВУЗа принимает административные решения, потому что тут все решается именно ректором, именно руководством ВУЗа. Бюджетных денег на вот эти программы не выделяется. Я только могу одно сказать, что все необходимые средства для поддержания здоровья студентов выделяются, потому что это для ректора, повторяю, для Александра Ивановича приоритетный вопрос. Студенты должны свое здоровье сохранять и укреплять свое здоровье. Тем более, вы знаете, в Баумовку тяжело поступить, еще труднее учиться. в Баумовку тяжело в Баумовку тяжело в Баумовку тяжело и укреплять что мы представители администрации ВУЗа, которые вам во всем всегда поможем, при этом сохраняя принцип конфиденциальности, никто из вас не должен бояться, что вот вас распредметили, и теперь весь свет узнает о ваших личных проблемах. Никто ни о чем не узнает, только мы. Тем более, у нас в центре и на кафедре работают врачи различных специальностей, психологи, это люди, которые вам всегда придут на помощь. И я хочу, чтобы мы с вами всегда были и оставались друзьями. Следующий слайд. Следующий... А, виноват. Хотелось бы сказать, что здоровьезберегающие технологии, я уже говорил, что это целый комплекс серьезных мероприятий, возможен только в межведственном взаимодействии. В собственном соку ни один ВУЗ не сможет твориться и решать свои проблемы. В первую очередь, это Министерство образования и науки, которое является нашим учредителем, которое обеспечивает легитимность наших действий. в законе об образовании прописаны все наши с вами права, обязанности и возможности в данном вида деятельности. И, что очень важно, Министерство образования поддержало очень важное, значимое начинание наших студентов по созданию общероссийского общественного движения «Здоровая инициатива». Хотелось бы отметить наше долголетнее и очень плодотворное взаимодействие с Госнаркоконтролем ФСКН России. Благодаря этому взаимодействию все начинания наших ребят из внутривузок превратились в общероссийские. И Госнаркоконтроль инициировал и поддержал создание всероссийского молодежного антинаркотического движения. И мы всей здоровой инициативой коллективно подали заявление и первыми вошли в состав этого движения. И сейчас у нас планируется много интересных дел, одно из которых автопробег Москва-Крым при поддержке Госнаркоконтроля. Александр Сергеевич доложит подробнее об этом интересном деле. Минздрав. Здесь мы должны сказать, что наши студенты получают медицинское обслуживание, если надо госпитализироваться в лучших клиниках Москвы. И представитель Минздрава подойдет в течение получаса. Мы тоже заслушаем ее интересный доклад. Общественные организации. Это очень важный момент. Вы знаете, что есть много организаций. Особо для нас ценным является контакт с Лигой здоровья наций, которого руководит Бакерия Леон Антонович, который, кстати, сказать, возглавляет Общественный Совет при ФСКН России, помимо того, что он академик двух академий, ученый с мировым именем и прочее, прочее, прочее. Вот эти мероприятия, которые мы совместно проводим с данным объединением общественным, проходят по президентской программе, популяризации здорового образа жизни. И, может быть, среди вас присутствуют ребята, которые на ВВЦ, сейчас это снова ВДНХ, пятый павильон, участвовали и в прохождении школы инструкторов здорового образа жизни с получением сертификата и в различных праздниках здорового образа жизни. Ну, во всяком случае, кто не участвовал, я думаю, поучаствует и получит большое удовлетворение от этого. Различные международные организации, в первую очередь, Всемирная Организация Здравоохранения, ЮНЕСКО, ЮНЕСЕФ, это те организации, с которыми мы и в рамках общих программ работаем, и в том числе на международном правительственном уровне, здесь, в наших стенах проводились совместные конференции, и вот наш центр обеспечивал организацию проведения данных мероприятий. Правительство Москвы, безусловно, здесь много совместных программ, и ежемесячно департамент молодежной политики, физической культуры, и так дальше, и так дальше, мы проводим конференции, а самое главное, мы проводим практические акции, на которых ребята, повторяю, это не тетеньки, дяденьки проводят для отчетов о проделанной работе, а привлекаются молодежь, молодежь из разных вузов и из других трудовых коллективов на совместных мероприятиях. Ну, и так как мы с вами все-таки ракетно-космический колледж, все силовые ведомства с нами взаимодействуют, и Владимир Михайлович Крок тоже об этом, я думаю, проговорит. У нас много талантливой молодежи, факультет биомедицинской техники, мы разрабатываем приборы различные для изучения психофизиологии человека, для тестирования, ну, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Все что мы с вами осуществляем по принципу интеллект, культура, спорт, каждый себя может найти, мы создаем условия для того, чтобы вы могли в полной мере себя реализовать, и не самоутверждаться перед самим собой, окружающими людьми, что вы хорошие, а самореализовываться. То есть, люди видят, что вы мало говорите, а много делаете, вы живете плодотворно. Или вы много говорите, еще больше, но еще больше делаете. Одним словом, если вы живете продуктивно, то вы живете здоровым образом жизни, вы живете творчески, а творчество подразумевает самоотдачу, а самоотдача, это если не любишь, то никогда ничего не отдашь. Поэтому эгоизм и жадность это разрушающие свойства. Поэтому творите, любите, самореализуйтесь. И тогда вы будете взрослыми, потому что вы не будете зависеть от обстоятельств, а будете формировать вокруг себя обстоятельства, которые комфортны для вас и для людей, которые вас окружают. И завершить я хотел бы такой информацией, что вот эта наша кропотливая ежедневная работа была отмечена и мы она была отмечена министерством образования науки, Государственной думы, правительством. Мы победили в первом конкурсе и стали вузом здорового образа жизни. и я считаю, это тоже очень важно. Это объективная оценка, это результат нашей совместной с вами деятельности. Поэтому я вас благодарю, желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и творчества. Спасибо за внимание. Геннадий Иванович, да, спасибо за выступление. Я как модератор не представился, Геннадий Иванович меня представил, спасибо большое. У меня уже скопилось очень много вопросов вам, как, да можете сесть, наверное, и будете сидя. Вот, я некоторые вопросы, наверное, сейчас озвучу вам, чтобы вы ответили на них. Вот очень много интересного касающегося здорового образа жизни. Вот люди спрашивают, есть такое понятие, как безопасный образ жизни, и у многих педагогов вызывает ассоциацию со здоровым образом жизнью. Геннадий Иванович, можете ли вы развести эти два понятия, здоровый образ жизни и безопасный образ жизни, чем они похожи, чем они отличаются? По безопасному образу жизни у нас Калина Анатольевна специалист, но я хочу сказать, что это, конечно же, созвучные, но различные понятия. Здоровый образ жизни, мы уже выяснили, является индивидуальным нравственным выбором человека, а безопасная образовательная среда я бы даже сказал, это часть здоровья сберегающих технологий, то есть это условие, которые государство, а там, где надо, и общество, должно создать для обучающихся с тем, чтобы риски, то есть непредсказуемые какие-то тяжкие последствия, часто это криминальные и не только криминальные моменты, но сейчас это, к сожалению, мы видим, стреляют в школах не только в Америке, теперь и у нас в школах стреляют, жестокое обращение с детьми, это и буллинг, когда дедовщина, да, среди обучающихся, когда идут взаимные унижения, избиения, издевательства, в том числе над учителями, это все проявление, ну, как сказать, такой дикости и невоспитанности, здесь я, кстати, должен сказать, что воспитание обязательно должно быть, даже кошки, собаки, утки и любые другие животные воспитывают своих детей, а нам либералы начинают говорить, что не надо воспитывать, ну, вот, и звереныши если не воспитывать, то человек все более звероподобным становится. Так вот, безопасность это те решительные действия государства и общества, которые создают условия для комфортного обучения. Спасибо, Геннадий Иванович, еще вопрос вам такого порядка. В своем выступлении, это вот наши студенты активно уже принимают участие в сегодняшнем интернет-уроке, вот они спрашивают, вы сказали, что здоровый образ жизни это здоровый образ мысли, но каждый студент понимает здоровый образ жизни, это в первую очередь отказ от вредных привычек, здоровое питание и так далее, и так далее. Вот можете ли вы коротко, так у нас все-таки регламент и все, вот объяснить нашим студентам, чем отличается здоровый образ, вернее, что такое здоровый образ мысли и чем он отличается от простого отказа от вредных привычек или там введения правильного питания. да это это да это философские вопросы практически одномоментно потому что есть образ жизни есть стиль жизни есть качество жизни я уж философские аспекта не буду погружаться но привычки мы уже с этого начали в докладе я коснулся привычки это поведенческие стереотипы которые мы сами себе или вырабатываем или не вырабатываем а потом они либо укрепляет наше здоровье либо приводит к навязчивым состояниям к неврозам и а дальше психосоматика и другое разрушение организма поэтому привычки привычки это прямое следствие наших мыслей и это опять же зависит от нас поэтому какие у нас привычки это следствие образа жизни а дальше это уже в стиль жизни перерастает когда по привычкам человека узнает у него появляется индивидуальность но одна индивидуальность всех привлекает а другая индивидуальность всех ужасает вот у нас есть таки даже радикальные вопросы наших студентов они считают что пропаганда здорового жизни у нас ведется неактивно вот один из студентов предлагает более активнее государству нашему руководству вуза заниматься пропагандой здорового жизни и кроме того человек пишет жесточайший контроль за выполнением всего этого как вы считаете да нужно ли это вообще жесточайший контроль и активная пропаганда значит пропаганда нужна пропаганда нужна а контроль мы сами себя контролируем вас ваш образ жизни контролировать бесполезно другое дело что необходимо повторяю создавать условия для того чтобы вы могли реализовать свои светлые идеи в нашей аудитории я знаю среди бауманцев все студенты исключительно со здоровым образом мысли но иногда там такая пурга из разных мыслей и и я всем желаю в этой пурге все-таки мусор отвергать а здравые вот эти изюминки собирать и взращивать у себя еще один вопрос перед тем как предоставлю слово следующему специалисту вот у нас в демографической политике у нас есть концепция демографической политики до двадцать пятого года она утверждена президента все положено и вот там написано создание условий формирование мотивации для ведения здорового жизни и тема сегодняшнего интернет урока мотивация здорового жизни вот как вы считаете что нужно все-таки такое сделать чтобы эта мотивация чувствовала что вот я хочу этим заниматься не просто вот как большинство из нас наверное там пытается этом зарядку сделать все что-то вот все-таки мотивация это внутренний стержень который сам меня самого убеждает том что мне это нужно для этого я считаю необходима мода на здоровый образ жизни для этого необходимо чтобы люди ведущие здоровый образ жизни имели социальные преференции потому что работодатели все чаще отказываются от курильщиков потому что это больничные листы затем это перекуры в рабочее время ну и прочее 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 а самое главное курильщики эгоисты 60 процентов дымов в пире вдыхают так сказать пассивные не курящие пассивные курильщики поэтому они просто отравители воздуха и я как не курильщик скажу что это ужасно когда в помещении курят спасибо слово для дальнейшего нашего продолжения интернет урока я хочу предоставить круг владимиру михайловичу владимир михайлович пожалуйста можете может да можно но лучше за трибуну наверное чтобы вас видно было пока выходите еще раз два слова скажу владимир михайлович круг он является доктором психологических наук и мы давно уже работаем вместе сотрудничаем владимир михайлович имеет огромнейший опыт и в правоохранительной сфере работы и в вооруженных силах я в том числе являюсь одним из его учеников могу одно сказать что тема здорово образа жизни владимир михайловичем разрабатывал с точки зрения психологии мне бы интересно послушать вот как все-таки психологически нам осмыслить вот эту мотивацию здорово образ жизни ну исходя из вашего опыта и знаний спасибо ну после такого представления да не просто сориентироваться и сказать что-то интересное заслуживающее внимание аудитории дело в том что разговор заявленные вот на сегодняшнем интернет уроки с одной стороны достаточно простой для понимающих да и достаточно может быть непростой для непонимающих как в восточной пословице звучит все с этим что зачем говорить тому кто знает он и так знает зачем говорить тому кто не знает он все равно не поймет вот пытаясь сочетать вот это как бы ожидание аудитории те кто участвует наше мероприятие я бы хотел высказать ну вот свою точку зрения ситуативную на сегодняшнюю проблему и она мне кажется интересной с трех позиций вот когда-то много лет тому назад мне посчастливилось на психологическом факультете московского государства университета слушать и видеть воочию говорится в живую ну выдающегося отечества современного психолога современности виктора франкла если кто из вас слышал и знает человек легенда вот одна из знаменитых в мире работ концлагерь глазами психолога это человек который много лет провел концентрационном лагере потерял близких скажем пережил все это и будучи специалистом психологом не просто пережил но еще и наблюдал за всем тем что происходит с ним и с окружающими с людьми с разным качеством последствий как профессионал как психолог и вот этот выдающийся гуманист известен в том числе тем что поставил психологии ну и выразил свое понимание проблему смысла жизни проблему собственного бытия вот мне кажется то что мы сегодня обсуждаем оно напрямую связано именно с этим ну что такое здоровый образ жизни ну наверное это то зачем я живу да зачем я живу в связи с этим психологическое понятие более такое универсальное это а смысл жизни кто я в этом мире зачем я здесь каково предназначение какое я хочу оставить след откуда я появился куда я пойду дальше поэтому вот с психологической точки зрения мне представляется проблема здорового образ жизни это в первую очередь и геннадий иванович об этом очень правильно говорил это такая философская и бытовая в том числе проблематика извечная о собственной ценности бытия зачем я здесь и конечно же вот внятного ответа на заявленные в интернет уроки вопросы без постановки для самого себя и для поиска ответа для самого себя или самой себя на эти вопросы ну наверное трудно обойтись это базовая проблема если человек отвергает этот вопрос или не ставит то наверное и дальнейший разговор теряет смысл теряет ценность а если человек ставит то тогда с таким человеком можно дальше разговаривать и в связи с этим возникает вторая проблема а вторая проблема заключается в том что мы прекрасно понимаем что как существа биологические мы весьма ограничены в своих возможностях мы имеем очень короткую продолжительность бытия как такая как метеорит да вот или звезда такая мелькнули где-то на ней во склоне да вот кто-то нас увидел для чего то мы это сделали и в связи с этим возникает проблема чем каким ресурсом я обладаю вот в ответе или по качеству ответа на первый вопрос возникает и второй вопрос и модальность ответа на него вот связанная с тем что понимая свою ограниченность пребывание в этой жизни нам отмерено всего-навсего несколько десятков лет каждому каждому из нас придет время мы уйдем из этой жизни вот куда-то дальше наверное да вот но в связи вот с осознанием ограниченности бытия и ограниченности своего ресурса физического психологического вот духовного нам предоставляется возможность отнестись к этому ну скажем ответственно более или менее если мы продолжаем такую цепочку рассуждений то наверное вполне логичным может возникнуть и третий вопрос а как сделать так чтобы свою собственную быть ценность бытия свое предназначение выполнить как говорится по максимуму мы все молодые здесь присутствующие я тоже считаю себя молодым вот потому что это понятие больше психологическое чем физиологическое вот хотя имеет какие-то ограничения если с этим возникает вполне очевидная констатация того что происходящее в нас внутри каждого присутствующего и смотрящего и служащего это скажем этот интернет урок процессы и происходящее вне нас оказывает или могут оказывать на нас существенное воздействие как позитивное так и негативное и вот рачительное отношение к своему ресурсу предполагает понимание того что мы ограничены мы очень уязвимы и мы легко можем поддаваться на провокации скажем корыстных или несведущих людей или каких-то ну просто стечение обстоятельств и результатом такого провокативного скажем воздействия может быть существенное ограничение нашего ресурса у нас может ухудшиться здоровье мы можем терять какие-то функции зрение слух вот гибкость походки у нас может ухудшаться внимание память мышление мы физически стареем стремительно посмотрите на своих родителей и бабушек и дедушек и прикиньте сколько им лет и посмотрите на фотографии как прекрасно они выглядели когда были в таком же возрасте как вы а прошло то всего-навсего несколько десятилетий несколько сотен месяцев что такое десятилетие пересчитайте на месяцы время стремительно и провокации вокруг нас к сожалению весьма обильные в том числе эти провокации безусловно связаны и с теми негативными воздействиями элементы которых или группы которых вот приобретают скажем видимость в суррогатной молодежной моды ну вот например то что достаточно широко распространено и у нас здесь в университете да в нашем в период сессии давайте опрокинемся и посмотрим на самих себя или на наших товарищей или подруг кто из нас для того чтобы посидеть ночь другую вот подготовиться к экзамену за счетом выполнить какую-то контрольную работу не принимает какие-то бодрящие вещества и препараты легальные табак покурил взбодрился до кофе 2 3 5 порций энергетические напитки каковы последствия этого применения как мы себя чувствовали после того когда сдали или не сдали то к чему готовились и ради чего принимали что-то взбадривающее а результатом является негативный отклик реакция нашего организма усталостью апатии до каким-то торможением или перевозбуждением нервным срывом простая констатация то есть всякого рода насильственное воздействие даже иногда и с благими целями но часто оборачивается или нередко оборачивается негативная реакция организма который как бы нам презвонит о том что уважаемый пользователь души и тела да вот отнесись ответственно к тому что у тебя есть и не подвергая как бы каким-то но крайностям стрессовым вот который ухудшает свой потенциал так вот к сожалению мы вынуждены констатировать ведя речь его здоровом образе жизни и вредных привычках что нас окружает очень многие провокативные вещи которые воспринимаются как способствующие решению задач нами а на самом деле являющиеся весьма серьезными противниками нашего долголетия благополучия счастья и выполнения или совершения всех тех амбиций которые мы перед собой поставили к таким относится энергетические напитки сигареты энергетические напитки кстати говоря для непосвященных вы просто почитайте будучи обладателями зорковым такого молодого зрения да то что написано микрокопическими буквами каков состав энергетического напитка и там много для себя любопытного откроете и поймете простую истину что получить заряд энергии можно только привнесением чего-то того что будоражит организм на профессиональном языке это называется психостимулятор возбудить организм невозможно без стимулятора ну правильно и мы констатируем что в энергетических напитках содержатся наркопротравки вот психостимулирующих каких-то веществ они не подпадают под государственные санкции к сожалению силу микроскопических доз но и химический состав и механизм воздействия на организм и психика человека всем понятен вот как бы вот эти три вопроса собственной ценности бытия собственного ресурса и провокативного окружения они смыкаются в триаду или могут сомкнуться в триаду очень понятную для каждого молодого человека и тогда вопрос о здоровом образе жизни а мотивации а что такое мотивация побудительная сила да если я имею какую-то цель то для того чтобы этой цели достигнуть вот я как бы формирую или взращиваю себя вот эту побудительную силу мотивацию вот эта мотивация тогда может иметь или целевую направленность или многоцелевой такой разброс с низкой вероятностью как бы реализации как правило потому что понятное дело что из трехлитровой банки условно говоря нашего жизненного ресурса мы можем полить бережно или одну розу да вот в жаркий день когда за окном 30 градусов и тогда эта роза распустится или эту трехлитровую банку можно распылить на 20 кустов роз да и тогда ни одна из них не распустится просто не хватит жизненной энергии вот вопрос мотивации то есть для чего я предназначен в этой жизни что я могу сделать сколько ресурсов у меня для этого есть и на что его хватит смогу ли я стать космонавтом королем там или кем-то еще или хорошим инженером или хорошим педагогом хорошим семьянином отцом мамой родителям таким угодно и что мне для этого минимально достаточно пересчитайте на свои собственные ощущения и поймете что это примерно то что в принципе у вас есть а больше ничего нет на больше сил как правило не хватает больше нужно достигать какими-то сверхусилий мобилизации и так далее вот как бы такая философская психологическая мысль которую я пытался до вас довести и вот я хотел бы прокомментировать вопрос если можно так который алексей сергеевич задавал геннадий иванович у касающийся здоровый образ жизни и безопасности да вот и безопасности жизни среды вот интересная проблема и опять же с точки зрения психологии она очень проста и понятно потому что ну как например можно там десятки разных объяснительных конструкций возвести одна из них непротиворечивая связано с тем что вот ведущим видом активности нас как биологических существ до является деятельность то есть некая осмысленное телодвижение деятельность но есть еще и поведение вот ну вот и с точки зрения психологии вот единицей анализа деятельности является ситуация то есть вот момент в котором складывается три составляющие когда есть деятельность когда есть участник то есть субъект когда есть условия в которых это все протекает и когда есть задача таким образом от ряда ситуации как элемента анализа человеческой активности она позволяет нам и соотнести что есть здоровье это то что есть у субъекта что есть безопасность этого здоровья или деятельности это наверное те условия которых субъект существует вот и выполняет какие-то задачи но есть еще один маленький интересный нюанс а что есть задача может ли задача быть безопасной или опасной может но это уже зависит вот скажем некоторых феноменов самого деятеля субъекта связаны с его эмоциональным состоянием то что принято называть психологической устойчивостью и с профессиональным подготовкой с профессиональной компетенцией вот то есть в одних и тех же условиях задача может быть для одного опасной а другого для безопасной вот такая вот хитрость жизни вот эту хитрость жизни нужно понимать и ее понимание возвращает нас к исходному к первому вопросу ценность бытия смысл бытия если мы открываем для себя какую-то уникальность себя пребывание в этом мире все остальное тогда у нас поочередно представляется перед нами или предстаёт перед нами требуя ответа и конечно хотелось бы чтобы качество ответа было позитивным поэтому безусловно я думаю что все здесь присутствующие голосует и реализует вот эту простую установку безусловно здоровый выбор жизни безусловно безопасная среда и безусловное отсутствие вредных привычек спасибо у нас теперь вопросы вам значит сначала вот из интернет вопросов я тоже извиняюсь все конечно не могу задать но я обещаю что все вопросы будут в конечном итоге переданы нашим экспертом и может быть на следующем интернет-уроке либо через один вы по возможности ответьте по за все вопросы конечно а вообще наверное галентольна нам нужно подумать решите представлю галентольна мысина доктор педагогических наук профессор заместитель директора учебно-медицинского центра здорово-сберегающей технологии профилактика наркомании в молодежной среде мгту имени баумана вот может быть нам подумать что сформировать эти вопросы с ответами вывесить также на сайте пусть все читают смотрят потому что устно ответить может быть тот и не услышит а вот в письменно потом прочитает иногда и сам вопрос до задержать себе в ответ вы не как и так вот вопрос такого порядка как я понимаю это кто-то из студентов писем пишет вот есть преподаватели которые красиво говорят о здоровом образ жизни а сами в тихонечко отходит сторонку курят как вы считаете может ли такой преподаватель быть авторитетом для здорового образа жизни для здорового образа жизни наверное нет авторитетом наверное может быть чем-то вот но это извечная проблема дело в том что ведь мы являем собой некую такую двоякость данность да мы и телесная оболочка мы некое духовное что в этой телесной оболочки или психологическое как говорят по одна из крылатых таких послой тело хранилище души да вот поэтому вот наверное когда речь идет о таком человеке не обязательно это преподавать это может быть и студент это может быть любой государственный деятель и таких много на самом деле которые заявляет одно делает другое вот это диссонанс души и тела ну наверное не показатели абсолютной авторитетности хотя в отдельных частях души или тела это может быть весьма авторитетно вот так вы выразился в этом я за гармонию да спасибо следующий вопрос зависит ли мотивация здорового жизни от моих друзей тот студент пишет из нашей аудитории ну я как я как я понимаю так что вот он хочет заниматься этим но окружающие его друзья вот на прокуратом или еще что такое ему сложно потому что он как бы белая ворона среди них ну безусловно формально до зависит все зависит от того как я отвечаю для себя как мне представляется на первый вопрос контексте нашего разговора кто я есть если я понимаю кто я есть если я реализую какое-то предназначение то наверное тогда это негативное влияние друзей меньше сказывается на реализации вот того жизненного замысла который скажем данный человек осуществляет и наоборот если это позитивные какие-то примеры то больше поддается позитивной мотивации просто все складывается на копилку какую-то на сторону ведь не даром говорят что у каждого человека на востоке да за спиной два ангела один считает добрые дела другой плохие дела а когда придет дело к финишу да вот тогда и посчитается кто чего больше совершил поэтому конечно же все зависит от стержня если я в целом ответственный понимающий кто я есть и зачем я в этой жизни то мне легко отказаться от того что мне претит мне легко отказаться от табака от рюмки там от банки пива там от каких-то других дел просто потому что мне это не нужно я понимаю свою собственную ценность зачем я буду ее нарушать во благо там каких-то побуждений других если же этого стержня нет тогда да тогда есть негативное воздействие других не даром одно из движений молодежной среде умения сказать нет и одна из интереснейших бихвериальных техник психологической помощи направленная на вот взращивание вот этой целостности человека как раз и заключается в умении сказать нет когда тебе вот суют что-то вот нужно иметь некое такое некую позицию и нужно иметь навык предъявление этой позиции умение сказать нет когда ты считаешь это целесообразным потому что может быть и так что внутри я говоря нет вот внешне как бы никак не могу противиться уговором или угрозам вот своих товарищей ну и в этой связи конечно же кто имеет потребность вот в реализации вот в себе здорового начала в укреплении здорового начала или в решении своих проблем совершенно понятна тематика нашего разговора она заключается в том что кто хочет получить помощь по обсуждаемым проблемам пожалуйста обращайтесь в нас еще в методический центр здесь мы вам можем оперативно провести и оценку ваших ресурсов у нас есть уникальная аппаратура которую упоминал геннадий иванович который позволяет за несколько минут вот получить очень понятную картинку а кто я есть с точки зрения вот благополучия если у меня проблему насколько они выражены а дальше вы отнеситесь к этим проблемам как угодно ведь вот например как относиться к человеку который это одно из молодежных увлечений вот на выходные не поехал и прыгнул с парашюта вот он скажем смелый человек вот для того чтобы однозначно сказать на это да нужно понять а этот человек понимал что он делал или нет потому что он может быть не только смелым и не только смелым сколько безрассудным он может не понимать опасности того вот к чему его подтолкнула там мода увлечения друзья или собственные какие-то импульсы вот ведь чем понимаете поэтому мы здесь сидящие все в большинстве своем молоды и отягощены наверное меньшей степени проблемами которые серьезно нас тревожат но если нам иметь возможность оценить свое собственное состояние функциональное состояние органов систем психики то уверяю вас ну немало наверное будет девушек и ребят вот кто призадумается по поводу того что на самом деле с нами происходит то есть настолько ли мы смелы если информированы или настолько ли мы безрассудны если не информированы поэтому вот в нашем учебно-методическом центре реализуется очень интересная такая идея связана с тем что можно получить о себе информацию достаточно объективную кто я есть в каком состоянии мои органы системы чем это может быть вызвано и как этому помочь поэтому кому интересно приходите поможем еще несколько вопросов если можно коротко на ответ как бы блиц такой вопрос как вы считаете здоровый образ жизни у нас модный трудно сказать хотелось бы чтобы это было модным а у нас почему трудно потому что где у нас в этой аудитории наверное скорее да я так предполагаю а в стране ну я думаю что я бы поостерегся так говорить поэтому моды это трудно назвать да и может быть и и не нужно чтобы это было модой было бы более интересно чтобы это было взвешенной такой позиции каждого человека вне зависимости от моды но моду мы сами на на формируем да я думаю так что если нас будет больше она и модным будет правильно если носители здоровый образ жизни и мышление то будут авторитетными то и мода появится проблема то в том что мода это явление массовое а здоровье это феномен индивидуальный поэтому ценнее было бы обратиться к тому что я есть что со мной чем вот интересный вопрос наш студент студент задает вам если следуя мысли из доклада вашего предыдущего геннадий ивановича считать что ответа здоровом жизни вытекает из вопросов о собственном смысле жизни собственной органичности то почему общество стремится вмешаться в этот личный процесс и мотивирует лично здоровье то есть как бы это все мое мое не надо никому никуда лезть я вот такой вот правый сектор о о вот священные слова они собственно избавляет от меня от ответа общество очень такое размытое психологическое понятие общество состоит из множества скажем составляющих как позитивной таки негативной направленности поэтому проявляется в жизни каждого конкретного человека общество весьма избирательно на кого-то прольется больше позитивных составляющих на кого-то больше провокативных составляющих ведь общество предлагает в открытую продажу у нас табак это разве добро но это что предлагает значит что что реализует какие-то цели общество предлагает у нас наркосодержащие энергетические напитки разве это благо но это так поэтому нужно понимать что общество это некий феномен глобального окружения социума в котором много всяких подвохов корыстных несведущих скажем ошибочных но есть конечно вот в этом мешке овса и здоровое зерно вот задача каждого человека научиться распознавать здоровое зерно потому что бросаясь на то что нас окружает на всякие чизбургеры гамбургеры да вот колы молы вот мы быстро этот свой собственный ресурс здоровье истончим и очень быстро поймем что у нас и желудок болит и все остальное прочее прочее а если же при всем том что нас окружает вот такого рода перлы да вот социума и общество мы тем не менее начнем избирательно относиться к тому что едим что пьем вот как организуем свой личный распорядок дня это тоже общество поэтому тут вопрос такой спасибо присаживайтесь еще есть очень много вопросов я буду в ходе нашей интернет-конференции вам задавать и вот у меня теперь прежде чем предоставить слово следующему выступающему есть вопрос для всех членов президиума я попросил бы вот начиная с генда ивановича коротко ответить на этот вопрос всех вопрос звучит таким образом существует поверье о том что все в жизни надо попробовать как вы считаете надо ли все в жизни пробовать если не надо то почему но если можно коротко один из принципов буддизма надо все попробовать но ни к чему не пристраститься в европейской традиции в медицине в частности есть такой принцип нет ядов и лекарств все зависит от дозировки и обоснованности применения даже вода источник жизни может причинить смерть если мы ведро воды одномоментно выпьем все зависит от нашего разума неразумному человеку вообще опасно жить потому что он не ведает чего творит поэтому будьте разумными и ни к чему не пристраститесь а религия церковь нас учит не створяйте себе кумиров не прививайте себе зависимость ни от чего и ни от кого будьте самодостаточны и еще раз повторяю будьте творцами а не разрушителями здравствуйте ребята слышно да я просто но судя по вопросу я только относительно наркотиков могу сказать что если человек однократно их употребляет то привыкание в принципе к некоторым нету есть понятие такое многих есть слабые наркотики и сильные наркотики так вот я скажу что нету такого ни слабых ни сильных есть просто наркотики и все Я не встречал ни одного человека, который однократно употреблял их. Таких нету просто. Если он однократно употреблял, он попробует и дальше. То есть если он покурил марихуану, ему захочется попробовать что-то еще. Приверженцы ночных клубов, соответственно, употребляют у нас и таблетки, и все остальное, и спиды, и порох, как это называется. Многие из вас заулыбались, соответственно, знают про это. Я так скажу, что если человек сознательно употребляет, хотя бы однократно, то это превращается в многократность, и мы можем потерять его как личность. Я так отвечу на этот вопрос. Бадир Михайлович, ответьте. Не так все... Правда, много в жизни, истина одна. Вот сколько людей, наверное, столько и прав. Философско-психологический такой феномен. Мы здесь, в учебно-методическом центре, уже, наверное, до 20 лет с лишним занимаемся этими проблемами. И мы констатируем, что пробующих людей немало. Такова, наверное, сегодня правда жизни, и истина в этом заключается, в том числе, к сожалению. Что большинство молодых людей потребляют информированно или не информированно, то есть сознательно или несознательно, наркосодержащие вещества, препараты и наркотики в том числе. Вот мне представляется, что это все-таки сводится в более такую широкую проблему. Не просто потребление наркотиков, а ответственного отношения к себе. Я уже упоминал вот о, скажем, энергетических напитках. Мы здесь, в Баумовском университете, уже много лет мониторируем ситуацию, связанную с тем, что во многих зарубежных, особенно голландских, в сортах сигарет, вог, например, есть очень понятные наркосодержащие протравки, которые легко вызывают привыкание именно к этому виду сигарет. Вот и все. И человек курит именно этот вид сигарет не потому, что они такие уникальные, легкие, а потому что они вызывают феномен привыкания. И круг замыкается. Видите, как все в этом мире тонко и хитро устроено. Мы не такие вокруг себя честные, пушистые и здоровые. Среди нас немного, скажем, наверное, самоотверженных и, к сожалению, немало провокаторов и людей, скажем, корыстных. Поэтому вопрос заключается все-таки в более широком смысле не просто в неупотреблении наркотиков, а вообще на сегодняшний день в ответственном отношении к тому, что мы потребляем, в каком кругу мы находимся. Мы можем не потреблять лично, находиться среди друзей, которые раскуривают кальянс, содержащий какую-нибудь гадость. И лично не куряем, а тем не менее принимаем и получаем этот же опыт наркопотребления. То есть в жизни все сложнее. Отец Дмитрий. Клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках, пожалуйста. Да, действительно. Это, наверное, вопрос смысла в жизни, опять о котором мы начали говорить. И здесь не так ставится вопрос, а для чего я хочу попробовать, что я хочу этим доказать и кому доказать себе или окружающим. И вот действительно, касающиеся реабилитации наркозависимых по опыту, можно сказать, что часто аргумент такой слышится о том, что ты не пробовал и ты не знаешь, что это такое. И, соответственно, не можешь помочь мне вообще понять эту проблему. Но тогда можно привести тот же аргумент, когда врач, хирург делает операцию, он не обязательно должен болеть тем или иным заболеванием, в том числе раком, чтобы помочь человеку другому. Опыт не негативный обязательно должен присутствовать, а позитивный опыт. И здесь вопрос надо ставить, действительно, он просто коварно поставлен вопрос так, что попробовал, получил опыт, да, и больше не буду. Но по практике, говорю опять же о употреблении тех же наркотиков, процент выздоравливающих в данном смысле очень малый, поэтому здесь, может быть, должна быть информированность людей, прежде чем действительно попробовать. Но заставить его не пробовать, действительно, никто не сможет, так или иначе возникнет возможность, действительно, это богодарованная свобода, которая человеку дана, его даже Бог не может упразднить и ничего с ней не может поделать. Что говорить, сказать, о родителях, близких, социальном окружении, там, и госучреждениях разных. Спасибо. Отец Дмитриевич, я вас попросил бы сюда за трибуну, сейчас следующее вам слово предоставим. Но пока вы не можете подготовиться, я хотел бы слово еще Геннадий Ивановичу предоставить, но и вопрос есть, и он несколько ведет нас в курс дела нашего взаимодействия. Дорогие друзья, когда я говорил о межведомственном взаимодействии, я не сказал, вот сейчас я об этом хочу отдельно с особым удовольствием сказать. Последние годы у нас наладилось очень тесное, плодотворное сотрудничество с Русской Православной Церковью. Мы полностью единомышленники, разделяем тот духовный опыт, который накоплен в церкви сейчас в государстве, вернее, прошу прощения, в обществе. Много спекуляций, много провокаций, много, скажем так, попыток противопоставить светские начала общественной жизни и религиозные основы личности. Но я только одно могу сказать. Это делают, безусловно, подлые люди, которые почему-то либеральными идеями прикрываются. На самом деле они пропагандируют только одно, что вы должны быть болванами, то есть не имеющие собственного осуждения. Наркомания и все остальное – это бизнес, это бизнес-проекты, в которых каждый из нас рассматривается как потребитель. Вот эти потребительские мотивы звучат везде. Потребляй больше, будь эгоистом, живи в удовольствие. А на самом деле те молодые люди, которые пополняют наше кладбище, так и не поняв, зачем же они родились, это просто расходный материал, который никого не волнует. Я поэтому и хочу сказать, здесь все очень просто. Почему торгуют наркотиками, почему торгуют сигаретами, алкогольными? Да просто на вас наживаются. Вредные привычки – это бездонный рынок. Поэтому дальше все зависит от вашей нравственной позиции. Либо вы болваны, либо вы самодостаточные творческие личности. И в предыдущие доклады мы об этом говорили. В чем смысл вашей жизни? Для чего вы живете, чего вы хотите достичь? И прошу прощения за такую затянувшуюся вставку. Вопрос сейчас, отец Дмитрия. Ради бога, извините. Пришла записка. Наш ВУЗ считается ВУЗом здорового образа жизни. Тогда почему до сих пор на территории университета не запрещено курить? Значит, во-первых, не считается, а есть ВУЗом здорового образа жизни. Курение на территории МВТ имени Бауна в 2006 году категорически запрещено. В 2009 году Министерство образования запретил приказом министра этот запрет ввело во всех учебных организациях России. За курение в стенах МВТУ, я знаю эти примеры, отчисляли студентов из ВУЗа. А то, что на территории люди курят, это другой вопрос. Это вопрос их культуры. Одни это делают безответственно, потому что они еще недоразвиты, некультурны. А другие таким образом позиционируют, самоутверждаются. А мы говорили, что самоутверждение – это инфантильная реакция. Ну а дальше каждый решает и сам. И я думаю, эта записка сопряжена с вопросом о курящем преподавателе. Так вот, я считаю, что некурящий студент должен быть авторитетом для курящего преподавателя. Поэтому вы мерила, вот каким вы себя аршином меряете, такой личностью вы и являетесь. Не зависите ни от чего мнения, не зависите ни от чего примера. Просто отвечайте за все, что вы делаете. Будьте здоровы. Здравствуйте, уважаемые студенты, интернет-зрители, гости. Сегодня мы говорим, вот у нас как-то беседа наклонилась в сторону смысла в жизни. И действительно нельзя не сказать с точки зрения христианской о том, ради чего человек живет. Мы живем сейчас в эпоху такого тотального потери, тотальной потери смысла жизни. Вот приводился пример логотерапевта, основателя логотерапии Виктора Франкла. Действительно, он говорил о так называемом экзистенциальном вакууме, в который впадает человек. Он, кстати, это говорил тоже в студенческой аудитории, еще в середине XX века. Ничего, к сожалению, не поменялось, даже еще, можно сказать, ухудшилось. Это, может быть, речь еще была до так называемой психоделической революции, сексуальной революции, которая последовала на Западе. И причиной чему стало распространение наркотиков и просто безнравственного образа жизни. Но прежде чем об этом сказать, надо задаться вопросом, что является здоровым образом жизни. Действительно, многие из задающих вопросов с такой, с некой иронией об этом говорят и как-то не видят, может быть, искренности в некоторых ответах. Действительно, что является здоровым образом жизни? С точки зрения христианской, человек изначально онтологически нездоров. Он уже рождается нездоровым. И здоровье в данном случае заключается не в формальном заботе о теле, не в какой-то диете, а прежде всего здоровье духа, здоровье души. А здоровая душа, соответственно, рождает уже так или иначе проявления телесные, здоровые или нет. Вот, к примеру, чтобы сразу сказать, было наглядно, вот я взаимодействую с Координационным центром по правдействию наркомании при Русском православном церкви. И такое явление есть в наркомании, в алкоголизме, как сухая наркомания, сухой алкоголизм. Человек реально может не употреблять алкоголь или наркотики, год может не употреблять, до года, больше года, но ведет себя как наркоман. Все, кроме ломки, кроме химических проявлений употребления, фактически они отсутствуют, а все остальное присутствует. Родственники порой, жены в ужасе говорят, лучше бы ты пил. Потому что, когда он там пьет, в чем смысл? Потому что там нарастает агрессия, нарастает потери каких-то ориентиров жизненных и так далее. То есть потери смысла жизни. Смысл жизни был в употреблении, этого смысла изъяли, а взамен ничего не дали. И человек просто теряется в этой жизни. Часто заканчиваются суицидом такие случаи. Поэтому вот говорить о здоровье в смысле, допустим, не употребления алкоголя, наркотиков или других веществ, изменяющих сознание, да и просто там можно говорить также об обжорстве, курении, сладкие продукты употребляют, любят сладости люди и так далее. От этого страдают тоже физически в том числе. Здесь все-таки надо сместить акцент на внутреннее и душевное состояние человека. Что он в это вкладывает? Потому что в отношении наркотиков к наркомане существует много стереотипов и стигматизаций этого явления. Чаще всего говорят о наркоманах, как о каких-то ушлых людях. Это отребье общества из неблагополучных семей, ничего подобного. Порой совершенно с этим не связано. Это люди из благополучных семей часто. Это люди, имеющие смысл жизни какой-то, имели свои представления о смысле жизни удачные, там могут студенты быть удачные и так далее. Вдруг в одночасье человек меняется и за год, за два распадается личность фактически вся. Это, кстати, к теме о том, что вот когда часто мы говорим об этом, что это нас не касается. Это нас совершенно не касается, и я не такой. То есть помимо какого-то внешнего расположения социального обусловленности этого явления, здесь еще присутствуют и вещи на уровне генном, на уровне действительно смыслов. А зачем мне жить? Часто очень для психотерапевта, допустим, тоже в практике психотерапевта случают случаи, когда человек, достаточно удачный в жизни состоявшийся, приходит и говорит о том, что нет смысла. Это и в церковь приходят люди, говорят о том, что потеряли смысл жизни. В чем есть? Чаще всего смысл жизни теряется тогда, когда теряется работа любимая, допустим. Все. Окончена жизнь. Ни семья, ни дети, ничего этого не представляют уже ценности. Потерялся смысл жизни, потерялся стержень. И поэтому нет смысла дальше жить. Поэтому здесь очень опасно говорить о здоровом образе жизни в смысле физическом. Потому что вдруг я становлюсь инвалидом, вдруг я теряю какое-то социальное положение по тем или иным причинам, работу теряю и так далее. И что, выходит, я не состоявшийся человек. То есть вот по манере западного представления о благоустроенности, действительно, да, если ты имеешь престижную работу, учишься в престижном вузе и получаешь хорошую зарплату, тебя благословил Бог, тебя Бог любит. Но, соответственно, по обратной логике, если ты не имеешь этого, то ты не угоден Богу. Все-таки в православной, восточно-христианской традиции это совершенно не так. Здесь люди порой убогие внешне, физически и социально, они сильны очень духом. И вот, кстати, да, цитирую опять же того же Франкла. Он на примере как раз в концлагере приводил этот пример, когда люди, фактически находясь в ровном положении перед смертью, перед лицом смерти, одни проявляли низость и становились надзирателями в газовых камерах, а другие становились подлыми людьми, а другие, наоборот, становились святыми, в смысле том, что с высоко поднятой головой шли на смерть, обретая смысл. Поэтому христианство говорит о том, что надо уделять внимание большое не внешнему проявлению здорового образа, здоровый образ души, здоровый образ внутренней жизни, прежде всего, должен быть упорядочен. Прежде всего, должно быть обретение некого фундаментальных каких-то понятий для человека. Потому что чаще всего, когда нас касаются проблемы, вот сегодня говорилось, допустим, о проблеме, допустим, сколько нам жить, 20-30 лет, посмотрите, как это мало. А с чего мы взяли, что 20-30 лет, с чего мы взяли, что мы сейчас не выйдем на дорогу, и нас не собьет автомобиль и так далее. Это же не есть ли это пределом бессмысленности, и вот по сути дела, если так заглянуть с точки зрения не церковной, не посторонней, а в чем этот смысл, в чем смысл жизни тогда. И этим вопросом, я не хочу, так сказать, пугать этими вопросами, но каждый подобный вопрос должен себе задавать, конечно, чтобы понять, для чего он живет, откуда он пришел и куда он идет. И тогда действительно жизнь начинает обретать какие-то смыслы. Еще Паскаль, кстати, вот к теме о той, что наша жизнь, она настолько неустроена, и настолько, так сказать, призрачно говорила о том, что человек – это тростник колеблем и ветром, чуть-чуть ветер подул, и все, и, так сказать, этот тростник сломался. Если действительно на минуту об этом задуматься, голова закружится о том, что насколько моя жизнь, она условно, да, и она ничем не… нет никаких гарантий, что если завтра я проснусь и буду жив, и так далее. Все это, опять же, приобретает смысл только в контексте вот каких-то такой саморефлексии, с задаванием себе вопросов, для чего я живу, почему я живу. Если говорить о профилактике здорового образа жизни, и вот в частности, ну, в силу того, что я взаимодействую, да, и соприкасаюсь с проблемой наркомании, то можно говорить о чем? О том, что для людей здоровых, а это, опять же, как мы уже выяснили, понятие очень условное, кто из нас здоровый, а кто из нас больной. Для людей, ну, тем не менее, да, если мы будем хоть какие-то придерживаться принципов, чтобы совсем, так сказать, не размыть эти понятия, да, допустим, употребляющих наркотики, не употребляющих наркотики, говорить, то профилактика неупотребления наркотиков, мне кажется, может заключаться в том числе, я не буду, так сказать, не претендую на все, вот аспекты, освещение всей проблемы, ну, вот насколько я вижу это, вот в контексте русской православной церкви существует сейчас, да, вот в Москве существует, вот, кстати, в апреле проходила, с Геннадем Ивановичем тоже проходила, да, здесь, так сказать, круглый стол по поводу, владыка Мефодий как раз возглавляла его, по поводу создания сети взаимодействия по реабилитации наркоманов, помощи им совместно с структурами здравоохранения, различными госструктурами, собственно говоря, да, с общественными объединениями помощи наркоманам. И вот, в частности, сейчас в Москве существует, вот, допустим, первичная консультация для наркозависимых, для родственников, а проблема наркомании – это проблема всей семьи, конечно. И опять же, вот, как я уже говорил, здесь необходимо информационное освещение этой проблемы, потому что, повторюсь, существует очень много стереотипов и стигматизации проблемы наркотиков и недооценивания этой проблемы. Проблема – это биосоцио-психо-духовная, соответственно, со всеми этими четырьмя позициями надо работать, и церковь действительно здесь не претендует на единоличное решение этой проблемы. Действительно, совместно с врачами, психологами, госучреждениями, социальными службами надо решать эту проблему, только совместно мы можем это решить. Но, опять же, возвращаясь к теме, как мы можем проводить профилактику и как мы можем помочь или быть информированными. Вот я вижу, допустим, это в том, что существует эта система реабилитации, грубо говоря, так происходит. Она делится на этапы, первичное консультирование наркозависимого, чаще всего родители приходят, с родителями беседуют сначала, кабинет первичного консультирования, мотивационный центр. Мотивационный центр, к сожалению, сейчас еще в Москве он не существует, его в планах организовать в ближайшем Подмосковье. Основной период – это в регионы отправляются, наркозависимые отправляются в регионы. Около более 60 центров сейчас по России существует, реабилитационных центров. Это находится он или при монастыре, или при храме, но это не просто человек ходит, молится и постится, молится, а полноценная, оказывается, помощь с привлечением специалистов, психологов, наркологов, под контролем это все идет. В основу взята система терапевтического сообщества, где оказывается полноценная помощь. После этого основного периода, оно идет около 9 месяцев, он возвращается обратно, адаптационный период, ресоциализация период, хождение на группы поддержки и так далее. Вот, в частности, волонтерская возможность помощи и участия в этом, одновременной помощи себе, в частности, профилактике этой, я вижу, допустим, в том, что часто не хватает ребят, людей, сопровождающих наркомана, который решился, значит, поехать, допустим, на реабилитацию, к примеру. Но это как бы в планах, да, в том, что человек, с которым обязательно нужен сопровождающий, который поедет в реб-центр и который его повезет. В частности, допустим, в этом, в контексте волонтерской какой-то работы, на уровне ресоциализации и уже адаптации человека-наркомана с опытом неупотребления год и больше лет, очень положительно действует личный пример, то есть тогда, когда такие люди приглашаются в аудиторию студенческую и говорят о опыте неупотребления. Это вот, кстати, к теме о той, что не попробовав, вот, действительно, да, вот эффектно выглядит то, когда человек, перед тобой стоит человек, который, так сказать, да, употреблял и боролся с этим, и смог от этого избавиться, и он делится этим опытом. Эта тема существует очень популярна, вот, кстати, в сообществе анонимных алкоголиков-наркоманах, когда, собственно говоря, на этом терапевтическом принципе действует это сообщество, когда делят, так называемые спикерские проводятся собрания, где люди делятся с большим опытом трезвости, неупотребления, как они от этого избавлялись и так далее. Поэтому, вот, как бы сказать, на уровне волонтерском эта помощь очень необходима, но она, как бы, опять же, в планах сейчас, да, и вот общение с выздоравливающими наркоманами-алкоголиками, она тоже очень положительно, я думаю, будет действовать, как пример, вот это героический пример, а это поистине героический пример, когда я общался с такими людьми, которые рассказывали о том, как это проходило, через чего они прошли, действительно вызывает уважение и восторг. Порой даже мне самому становилось несколько стыдно за то, так сказать, духовное такое, вот, так сказать, аморфное состояние, в отличие от того, как люди духовно возрождались и изменялись внутренне. А это, на самом деле, это не просто, да, избавление от наркотиков. Ведь в чём дело, здесь не просто, опять же, возвращаясь к теме здорового образа жизни, это не просто человек просто перестаёт употреблять наркотики. А многие после этого говорят, что их изменился смысл жизни, даже тогда, когда они не употребляли ещё, у них, так сказать, одно в голове было, да, машины там, да, какая-то, так сказать, счастье, деньги, какой-то социальной обеспеченности и так далее, то человек, пройдя через это, потеряв всё, переосмыслив это совершенно, говорят уже другие вещи. И парадоксальным образом, это вот христианство на самом деле есть, что когда вот такие испытания посылаются человеку, да, те или иные вот жизненные, что Бог это изменяет так, что это служит в итоге во благо человеку. И вот этот опыт негативный, он в итоге служит положительным опытом для других людей, чтобы этого не коснулось, чтобы, так сказать, понять, в чём здесь смысл, для чего человек живёт и так далее. Ну вот, наверное, всё. Отец Митрий, спасибо большое. Вот мне очень приятно… Нет, лучше поставить, чтобы видно всем было. Мне очень приятно то, что Вы затронули именно тему духовности. У меня очень много вопросов поступают, вот, и лично Вам. Я вот некоторые объединю и задам вот таким образом. Люди спрашивают, как я понимаю, это преподаватели. Часто на занятиях возникает вопрос о духовности и веры. Вот часто верующий человек может быть курящим, например, там, даже выпивающим, там, ну, или ещё что-то. А вот духовный человек, он может себе такое позволить? Ну да, это опять же к теме той, так сказать, вопросов понятия, что мы подразумеваем под словом «духовность». Некоторые могут подразумевать под словом «духовность» некое такое аморфное существо человека, который, так сказать, бесплотен, да, что-то такое духовное, что-то духовное, не имеющее, так сказать, плоти. А в христианской традиции под словом «духовность» воспринимается, если оно, опять же, если это применимо какому-то конкретному человеку, то духовный человек, значит, человек, обладающий, обладающий, вот, ещё раз скажу, тогда по-другому скажу. В принципе, вот в христианской традиции верующий и духовный человек в каком-то смысле они являются синонимами. Но если мы говорим не обязательно о христианстве, да, то может быть человек духовный и не быть христианином, неверующим, а может быть верующим и не быть христианином и так далее. То здесь надо, может быть, говорить разницу, проводить какую-то черту. Духовность как некое проявление для человека высших его задач и смыслов, не касающихся каких-то материальных сфер. Допустим, духовным человеком в каком-то смысле можно сказать о человеке, который является, к примеру, ценителем культурных ценностей. Часто это, кстати, вот, да, это часто в масс-медиа тоже, так сказать, поднимаются такие вопросы. То есть это человек, который видит смысл не только в, допустим, да, в достижении какого-то счастья, благополучия, обеспеченности и так далее, а и умеет восторгаться творениями художников, не знаю, может быть, даже режиссеров, кинематографов и так далее. Имеет вкус какой-то, да. Но это понятие, оно, так сказать, оно очень такое в этом смысле узкое и неполное. Поэтому, а человек верующий, и вот это, кстати, понятие тоже, знаете, оно очень, вот сказать, приобрело такие черты очень, я верующий, да. Вы знаете, по социологическим опросам у нас верующих людей, там, 70% в стране. Это вот, да, подходит респондент, да, и начинает респондент и говорит, скажите, вы верующий, я верующий. А на второй вопрос, 70% там, да, в России, например. На второй вопрос, а вы, так сказать, во что верите-то? Ну и там вот начинается уже, кто во что верит. Поэтому, да, вот быть верующим, так сказать, просто абстрактно, можно верить вот в табуретку или там дом, или, знаете, чаще, даже, ладно, не буду так говорить, чаще всего это вера, у меня Бог в душе. Я вот в эту церковь не пойду, у меня Бог в душе. Понимаете, вот насколько это вера, что эта вера стоит, да, что эта вера, она из себя представляет. Вера по апостолу Павлу, да, она может, даже по Евангелию, собственно говоря, если бы мы верили, если бы наша вера была с горчичное зерно, зерно горчицы, да, то мы могли горы переставлять. Являемся ли мы верующими, да, в данном случае, даже христиане, там, являются ли они верующими. Поэтому это слово великое, да, как вот слово любовь, к примеру, это тоже слово великое, но оно, так сказать, такое, так сказать, сейчас приобрело значение больше формальное. Верующий – это значит, ходящий в храм, а на самом деле могут люди ходить в храм и формально принадлежать к той или иной конфессии, я даже сейчас не говорю обязательно о христианстве, и быть неверующими. Вера – это понятие в этом смысле краеугольное для христианства, по крайней мере, если мы будем говорить о христианстве, и оно изменяет человека полностью, оно вот как раз придает смысл его жизни. – Отец Мит, я думаю, наверное, уже как бы в этом отношении понятно, я просто беспокоюсь о регламенте, хотелось бы очень много послушать. Вот многие вопросы касаются лично, вот хотели бы с вами встретиться или поговорить, вы не оставили координат. Я что предлагаю, Галентольна, может быть, все эксперты, которые приглашаются на интернет-урок, мы на сайте Здоровой инициативы вывесим все их координаты, чтобы люди могли напрямую с ними связаться после эфира и пообщаться уже на интересующиеся вопросы. Очень многие благодарят… Присаживай, пожалуйста, спасибо. Очень многие благодарят выступающих и всех, кто выступил, Геннадий Иванович, Владимира Михайловича и отца Дмитрия. Мне очень приятно, и я вот не могу не озвучить это, то, что люди говорят спасибо за то, что затронули эту тему. Может быть, вы много красиво говорите, но, по сути, все это правильно, и было бы хорошо, если бы эта убедительность дошла до каждого из нас. Я присоединяюсь к этим словам, и у нас сегодня присутствует Александр Сергеевич Елисеев, он представляет Госнарк контроль, не могу не предоставить ему слова, хотя, честно скажу, что, когда выступают должностные лица, мы всегда скептически относимся к этому, как бы им положено и так далее. Но я могу сказать одно, я знаю Александра Сергеевича давно, но он пришел в Госнарк контроль вот истинно с целью решения этой проблемы, борьбы с наркоманией. Он работает в управлении по профилактике. Александр Сергеевич, вам слово, если можно так, и ответьте на вопрос, который вам задали. Хорошо. Уважаемые коллеги, друзья, ребята, я хотел бы еще поддержать отца Дмитрия и кое-что сказать в отношении Русской Православной Церкви, что из 594 революционных негосударственных центров, которые находятся в Российской Федерации, 60 из них находятся при Русской Православной Церкви. Процент ремиссии, который у нас есть в церкви, самый большой из всех революционных центров, которые есть. Вот это вот такое вот небольшое отступление. Я коснусь конкретно молодежи. То есть, что делает наша служба в отношении молодежи? Студенчества, подростков, несовершеннолетних, ну и, соответственно, детей. Многолетний мониторинг наркоситуации в Российской Федерации свидетельствует, что психоактивные вещества в разной степени регулярности употребляют сейчас 8 миллион человек. Это 5,6% от всего населения России. Один раз, хотя бы однократно, пробовало у нас 18 миллионов человек. Это очень много. Это 12,5% от всего населения Российской Федерации. Средний возраст начала употребления наркотиков составляет 15-16 лет. Но имели случаи и 8- и 9-летние дети попадались с употреблением наркотиков. Распространенность немедицинского употребления наркотиков среди молодежи не только ухудшает экономическую и демократическую остановку, но и криминализирует общество. Исследования свидетельствуют, что социальное окружение подростка – это его друзья, знакомые, родственники, которые оказывают влияние на его приобщение к потреблению наркотиков. Указанные социальные группы – потенциальные целевые группы. В любых мероприятиях направлены на профилактику потребления наркотиков среди молодежи. Так, на вовлечение родителей, педагогов и общественности в процесс предупреждения различных форм направлена организуемая ФСКН России совместно с органами образования «Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей», которая у нас проходит ежеквартально. В рамках указанной акции в образовательных учреждениях проводятся антинаркотические комплексные профилактические мероприятия под общим названием «Родительский урок». Цель этого мероприятия – консультации педагогов и родителей по вопросам профилактики злоупотребления психоативных веществ молодежи. Ездили мы на мероприятие, лично сам присутствовал здесь, в московских колледжах. Так скажу, что он занимает, входит в пятерку лучших колледжев Москвы, где умер, грубо говоря, ученик. Соответственно, до того, пока там не случилась трагедия, никто об этом и не знал, не заботился, социальные педагоги там не работали. Как только произошло передоз, передоз этот был на перемене. Что такое передоз? Это передозировка наркотиками. То есть ребенок попробовал, это седьмой класс, и тут же в туалете умер, грубо говоря. То есть как он туда его пронес и все остальное, это уже дело, как говорится, техники дилеров, которые это сделали. Когда мы приехали туда сразу после трагедии, я просто отступление такое сделаю, доклады, живые примеры. Мы прошли, во-первых, в организацию, дошли до двери директора, нас никто не остановил. То есть охрана внизу пропускает любого, что нельзя отметить ваше. Я не смог пройти даже дальше двери, честно скажу, даже со своим удостоверением. Меня ваши тети остановили, предъявите пропуск, у меня его не было, соответственно, я не смог пройти. Во всех заведениях, где я бываю, везде очень хороший контроль. Но вот в этом мероприятии, в этом колледже, вернее, у нас проходил кто угодно. После этого мы собрали всех педагогов, начали проводить с ними беседы. Из них оказалось только один человек, который имеет какое-то понятие близко к наркотикам, как распознать человека, что это такое и все остальное. То есть не доводилось абсолютно ничего. Хотя колледж лидирует на всех позициях. Соответственно, мы провели там курс лекций, который затронул примерно в течение трех месяцев каждый класс по три раза. Мы протестировали всех учеников. Тестирование, соответственно, не оглашается. Тестирование было доведено до родителей. Но я так скажу, что 15% из детей употребляли хотя бы раз в жизни наркотики. Это 7-11 класс. Представляете, да? То есть это считается колледж лучшим. После этого, соответственно, мы проводили ряд круглых столов. Соответственно, вместе с МГТУ имени Бауна, непосредственно с Центром Здоровооберегающей технологии, также проводили там турниры. То есть начали вести такую жизнь пропагандистскую. Но в этом колледже, но вы поймите правильно, ФСКН не такое огромное и большое. Они обладают количеством людей. У нас менее 40 тысяч человек всего в России. А работы делается очень много. Я по ходу сразу хочу ответить на вопрос, потому что он попадает мне в доклад. Вот товарищ здесь задал. Мне интересно, как планируют вести борьбу с наркотиками, вредными привычками наше государство и церковь. Потому что современная российская молодежь стремится подражать своим смертникам из других стран США. А я считаю, что Европа пропагандирует беспорядочный образ жизни, уничтожая моральные и духовные принципы, потому что в пяти странах Европы можно купить в кавычках «косяк» в обычном магазине. Я фамилию не буду говорить, кто это написал. Я так скажу, что этих стран не пять. Их больше пяти, где можно это приобрести легально. В США, например, марихуану выписывают по рецептам, если кто-то не знал. В Лос-Анджелесе, например. То есть человек приходит к врачу и говорит, что у него болит голова, он не может уснуть. Ему, соответственно, выписывают марихуану. То есть это в порядке вещей, это нормально. Наш директор, когда приехал с Лос-Анджелеса, говорит, пока ехали от рапорта до министерства, то вот как у нас висят билборды огромные, рекламные щиты, да, там Тойоту рекламируют, еще что-то, там реклама идет конкретно марихуаны. Полностью везде, что это нормально, что это хорошо. Я так скажу, что почему мы должны брать пример с них. Пусть они берут пример с нас. Наш здоровый образ жизни и все остальное. Тем самым, подражая им, мы становимся как они, да? Правильно же? Так получается. Одно Евровидение, которое показало, да, кто у нас может встать и занять первое место, это повергло в шок многих людей, на самом деле. Особенно у нас в России. Мужское население, детское и тому подобное. Я честно скажу, противник этого всего, демократии такой, как у них происходит. И, соответственно, как идет борьба, человек спрашивает еще. Борьба идет очень активно. Активно идет, что если вы откроете сайт ФСКН России, у нас есть официальный сайт, фскн.гов, там идет полностью отчет каждый день по мероприятиям, которые проводятся. К сожалению, эти мероприятия не показывают по Первому каналу, постоянно. То есть, если берутся только крупные партии, вот тонны и выше и тому подобное, тогда можно это увидеть в новостях. Но в основном все идет, как вам сказать, идет очень объективно, обширно. Сотрудничаем мы и с Афганистаном, у нас и в Афганистане уже наши войска, и с Никарагуей, с Гондурасом, с Альвадором. То есть, наш директор заключает очень много соглашений. Мы пресекаем много поставок, которые не доходят до России, которых просто здесь нету. Тоннами героин занимается. То, что поступает к нам, к сожалению, это есть, будет, пока будет спрос. Спрос рождает предложение, да? То есть, люди, которые покупают, они рождают это предложение. Соответственно, пока будет предложение, будет все. У нас талантливые химики, которые, соответственно, учатся, вот как вы, в школе, в институте, выпускаются. И на то, чтобы заработать легкие деньги, идут на то, чтобы выдумывать новые формулы. Новые формулы наркотиков, Которых, к сожалению, даже нет в списках у нас То есть все вы знаете смеси, которые продаются у нас Было это пару лет легально, сейчас, соответственно, нелегально Но GVH-252, 254 производные Которых, к сожалению, в запрещающих списках нет у нас Соответственно, их продают То есть, грубо говоря, там находится любая трава Пропитанная этим веществом От которого человек дуреет просто, реально По-другому не могу сказать, которая выбрасывается из окна и тому подобное Это ужасно, это страшно на самом деле Это такой наркотик, который не попал еще в список Процедура, чтобы входил в список это вещество Затягивается от полугода до года Это бюрократический момент нашей страны Сейчас у нас юристы прорабатывают вопросы, чтобы это было быстро Но пока мы запрещаем два вида наркотика Новые наркотики, порядка 50 штук за год Новые появляются И никуда от этого не деться Борьба идет очень сильно С общественными организациями С молодежными организациями С волонтерскими организациями Совместно мы проводим много рейдов Взять один только Вот организация есть Стоп наркотик называется Слышали ее? Нет? По телевизору показывали, наверное Видели из метро вы выходите, когда ребят Написано, да? Смеси, телефон, куплю и тому подобное Вот Ребята сами образовались в это движение Сами закупают краску Сами закрашивают возле метро эти телефоны То есть как-то борются, звания отвыезжают Ловят этих дилеров, приводят их к нам Либо совместно мы это выступаем То есть борьба и все остальное, она идет Я коснусь дальше доклада На формирование психологического иммунитета В молодежной среде к потреблению наркотиков И личной ответственности за свое поведение Направлены мероприятия, проводимые в рамках Международного дня борьбы с наркоманией Знаете, когда он проходит? Международный день борьбы с наркоманией Кто не знает, поднимите руку Просто интересно 26 июня этот день Вот, в этот день у нас ни один человек не понял руку, к сожалению Но ничего страшного Знаете, с сегодняшнего дня Что это 26 июня Международный день борьбы с наркоманией В этот день служба Совместно со всеми федеральными органами Институтами, вузами Проводит много мероприятий В том числе и с вашим университетом Я удивился, что не подняли руку Потому что ваш университет является законодателем этого дня В котором проводится очень много мероприятий Особенно раздателем ленточек Которые уже, насколько мне известно, где-то года 2006 Да, Алексей Сергеевич Проводится ежегодно Непосредственно здесь, на набережной У нас Вот Много фотографий и всего остального Насколько мне известно, Георгиевскую ленточку, по-моему, тоже, да? Было изначально Да? С Бауманки пошло все Вот так и ленточка, соответственно, Международного дня борьбы с наркоманией пошла отсюда В этот день проводится много мероприятий, приуроченных к этому дню Одно из мероприятий, это будет автопробег Который организует ваш ВУЗ Мы его поддерживаем В каждом территориальном органе уже разосланы письма Подготовлены люди Будут организованы митинги То есть поедет колонна машин от вас с флагами, с лозунгами Возглавит колонну Алексей Сергеевич, вы? Геннадий Иванович лично возглавляет Поедет она в Крым Соответственно С 26, насколько я помню, июня По 5 июля, да, по-моему Будет организовано это мероприятие Охват этого мероприятия, как правило, около 50 тысяч человек Это минимум будет охват такой Населения у нас Значит, также у нас есть интернет-урок антинаркотической направленности Который проводится два раза в год В 2013 году в мероприятиях интернет-урока Подобие этого, как сейчас мы проводим Приняло участие свыше полтора миллиона детей И подростков из 12 тысяч образовательных учреждений страны Существенную роль в формировании антинаркотического мировоззрения И стимулировании участия молодежи в формировании негативного отношения к наркомании Играет Олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании Финал этой Олимпиады прошел буквально вчера, я вам скажу Я член комиссии, кто по отбору этих работ Она проводится в 8 номинациях от возраста от 14 до 18 лет И от 19 лет до 35 Соответственно, ребята пишут нам свои работы Они отбираются на округе С округа представляются к нам С каждого округа по 10 работ по номинациям Поверьте мне, если так вот на слух ничего не сказать То работ к нам только приходит 80 работ на отбор центральной комиссии А всего в конкурсе участвует около 500 работ А это примерно каждая работа где-то машинного текста Около 100 страниц Со схемами, с иллюстрациями Ребята участвуют разные Я же сказал возраст От 14 лет Представляете, сколько у них потенциала У нашей молодежи и всего остального Многие просто спрашивают, как и что Есть те люди, которые подражают Америке и Европе А есть те, кто наоборот Поэтому я думаю, что на тот вопрос я ответил полностью Дальше С 1 апреля 2014 года нами реализуется Ежегодная межведомственная комплексно-оперативно-профилактическая операция Дети России Совместно с МВД и с Минздравом Ранее мы проводили пилотный проект на юге Дети Юга называется Это Южный округ и Северокавказский Непосредственно две недели в год Мобилизируется полностью МВД Полностью территориальный орган ФСКН России И начинают плотно работать с утра до вечера По всем местам, какие злачные есть На территориях субъектов Это начинает школ, клубов и тому подобное Проведение обильных мероприятий В течение двух недель Выявляются наркопритоны, родители Привлекаются вместе с службами опеки Обходятся все И ведется целенаправленная работа Так как показала положительные результаты Этого года будут проводиться Дети России И она не будет двух недельной Как показала практика, она нужна постоянно Поэтому она будет проходить в три этапа В любом федеральном округе В любое время В зависимости от ситуации В каждом субъекте Российской Федерации Самым актуальным направлением Профилактической работы среди молодежи Является развитие волонтерского всероссийского молодежно-антинаркотического движения Потенциал волонтерского движения Наиболее полно раскрывается при работе со сверстниками В молодежных коллективах, учебных заведениях по месту жительства Мы активно используем данный потенциал И сейчас на данный момент Таких волонтерских организаций Антинаркотических только у нас По всей России пять тысяч Мы их сейчас объединяем Одно из первых, как сказал у нас Геннадий Иванович Это у вас волонтерское антинаркотическое движение Здоровая инициатива Как она была законодателем у нас Сейчас на данный момент У нас подготавливаются соглашения с вузами По работе антинаркотических площадок Такие вузы, как у нас Бауманка, РГСУ, РУДН Плеханово, МГУ Везде у нас уже работы ведутся Осталось только закрепить их Как пример мы используем Соответственно ваш опыт Института, я имею ввиду Это непосредственно Центр здоровья сберегающих технологий Потому что такой аналог В России больше нет Мы все смотрим как здесь Всем рассказываем, показываем И все стремятся к этому Я надеюсь, что в скором времени У нас будет много таких центров При вузах сотрудничать Да, давайте Дорогие друзья, у нас просто Время неумолимо идет к концу Очень много вопросов поступает В адрес Александра Сергеевича Я понимаю, что он представляет Федеральную службу И на все вопросы, конечно, он ответить не может Потому что все-таки там Компетенция у всех свои Есть оперативники, есть профилактика Есть еще что-то Но вот то, что касается вас Вот несколько таких вопросов Очень большой вопрос от студентов Куаш на двух страницах Давайте диалогом Задавайте сразу Нет, ну вот смысл Вот в чем заключается Человек приводит в пример Некоторых видных ученых, людей Которые в свое время Попробовали наркотики И как они пишут в этом состоянии Очень много интересного открыли Тот же Элвис Пресли Фрейда приводит здесь О том, что он употреблял кокаин Еще что-то И сводя этот вопрос к нашей беседе О том, что мы говорим здоровый образ мыслей Человек спрашивает У них что, нездоровый образ мыслей был? Да, вот как бы так вот Ну я так скажу вам, ребята Что неизвестный факт Что, например, тот же кокаин Раскрывает мозг На все 100%, которые только есть Но поверьте мне Состояние этого, да Эйфории, так называемое И все остальное Человек, да, становится, может быть, где-то умнее Я не медик Я сугубо точку зрения свою могу сказать Только, больше ничего Но, как правило, эти люди Во-первых, а Не живут долго Во-вторых Талант Все-таки не у каждого человека Есть такой, как был у этих людей По Фрейду, например Есть очень много мнений На самом деле Да, и после меня Будет выступать эксперт Который сможет ответить Полностью на этот вопрос Я вам так скажу честно Но я больше скажу Я практик Я разговаривал с людьми Общался с теми Кто непосредственно употребляет наркотики До того, как И после того, как Я видел таких людей Которые однократно пробовали Вот так Задавали мне такие же вопросы Это был 2007 год А потом я видел этого человека Примерно полтора года назад Когда у него уже была опухшая нога Он употребляет дезаморфин Ему осталось жить где-то полгода, наверное Когда у него внутренние органы распухают Когда у него щеки опускаются И когда он сидел, улыбался Задавал вопросы И несерьезно относился ко всему делу Он также говорил и задавал вопрос А вот почему бы нет А почему бы не попробовать Поверьте мне, что не стоит этого делать Потому что за маленьким наркотиком Как вы его считаете, называете Марихуаной и тому подобное Следует подумать А если я это смогла Я же не курю Или смог Я не курю Я же могу не курить день Могу не курить два Могу не курить три Но поверьте мне При определенном употреблении Вам захочется и больше Дальше полезть Первая доза наркомана Который нюхает кокаин Составляет примерно Его так называемая дорожка 0,5 мм Маленькая, чтобы получить удовольствие После того, как он втягивается Эта дорожка растет до пяти сантиметров Это примерно полграмма Я вам так сейчас скажу После этого, да, соответственно Чтобы получить удовольствие Нужны же деньги покупать это все Ему нужно 0,5, чтобы разбавить Это и ввести в Вену Он ее вводит Соответственно он становится наркоманом После этого он уже не может остановиться И проклинает тот день Когда он первый раз понюхал тот 0,5 мм И поверьте мне Вы все, я надеюсь Не будете не употреблять ничего Но не дай бог, конечно Мои слова должны дойти до каждого Я видел эти гниющие тела И все остальное Поверьте мне Это очень страшно И видел родящих матерей Которые не могут ничего сделать И которые не заботились о своем ребенке Не предупреждали его А стали работать только тогда Когда с ребенком случилась беда Это много ошибка нашего населения Я соглашусь с тем Что наверное Каждый сам себе кумиров выбирает Можно привести пример Элвиса Пресли Который в наркотическом состоянии Плясал, танцевал или пел Но дело не в этом Дело в том, что понимаете Мы должны видеть для образца Человек, который сам всего добивается Я вам миллионы примеров приведу Выдающихся людей Которые никогда не употребляли Но придумывали такие уникальные вещи Которыми страна гордится Вот этих людей надо брать в примеры А не выискивать в интернете Такие примеры Королев точно не расширял Своё сознание никакими наркотиками Да Александр Сергеевич И в заключении Маленький такой вопрос Вот аккумулирую Очень много благодарности Ваш адрес Вот лично вас То, что грамотно рассказали Интересные примеры Просят без некоторых подробностей Потому что в ваших словах Они видят подробные вот такие инструкции Инструкции Да Поэтому для того Чтобы у нас Бауманская аудитория Она грамотная И люди понимают Что это Вы убедительные примеры Приводите для того Чтобы люди понимали Что от мелкой пробы Человек сразу же попадает В разряд потребителя Да Это все понимают Поэтому вы убедительно Рассказывали Но вопрос такой Вот служба Вот люди пишут Служба изымает С каждым годом По отчетам Все больше и больше наркотиков Но К чему мы придем Рассказывая о своей деятельности Говорят, что много делается А килограммов, тонн Все больше и больше От чего это происходит Я же сказал Что это происходит В основном из-за спроса То, что работа ведется В огромных направлениях То, что сейчас Изощреннее становятся Те люди Наркодельцы Которые придумывают Новые способы И поставки И доставки сюда Этого наркотика Оно никуда не отнимают Но я вам так скажу Что того же героина И кокаина в Москве Например Стало В пять раз В шесть раз меньше Чем оно было ранее Практически Его купить невозможно Здесь Покупают в основном У нас молодежь что Как правило Когда мы идем Рейды в клубы Идут сбросы На полу мы находим Только пакетики С амфетаминовой группой То есть ЛСД И все остальное Но поверьте мне Что организм человека Если вы вот так Видели Из чего это делается Я клянусь Никто бы из вас Даже в руки его не посмотрел И не взял бы Просто Такое Ну Нельзя показывать Я это видел Как это делается В подпольных У нас есть фильмы Определенные Когда проходит обучение Сотрудники То чего только там нет Начиная от бензина Всяких аэрозолей От батареек Вот никель бросают И все остальное Потому что делают это В кустарных Домашних обстановках Либо еще где-то создается Разъедается полностью Весь ваш организм Изнутри Эйфория идет буквально Только один вечер Вы можете не спать день Можете не спать Следующую ночь Следующий день Но организм всегда возьмет свое Он заберет жизненные ресурсы Ваши в любом случае И это очень трудно Это очень сложно Согласен Можно заснуть за рулем После двух ночей дискотеки Да? Не только заснуть Можно умереть Потому что Сколько было рейдов Навсегда заснуть Я имею в виду Да Имеется в виду Что человек просто вырубается Глотает свой язык И тому подобное У каждого организма свой Кому-то эта таблеточка Принесет удовольствие А кто-то останется в туалете И больше оттуда не выйдет Поэтому это чревато последствиями Спасибо, Александр Сергеевич Некоторые вопросы я вам дам Вы еще почитайте Присаживайтесь Спасибо огромное за выступление Давайте поблагодарим Скажи, скажи Дорогие друзья Мы подходим к завершению В конце нашего интернет-урока Мне бы хотелось предоставить слово Лазарю и Варваре Вы уже знаете по баннерам И из нашей беседы О том, что Министерство образования В свое время Поддержало инициативу бауманцев О создании И госнаркоконтроль О создании Вот такой волонтерской Антинаркотической Общественной организации Как Здоровая инициатива Вот Александр Сергеевич Он лично присутствовал И на съезде И на конференции Знаком со многими Нашими активистами Проводит с ними встречи Занятия Это очень интересно И положительно Я бы хотел Слово предоставить Варваре Сергеевне Потому что она является Одной из Той девчонок Которая стояла У истоков этой организации Она всего существует Два года официально Вот как зарегистрированная Но неофициально Уже давно работает Мне кажется Что этот опыт Для многих Обзывательных учреждений Был бы уникальным Почему? Потому что Организация не просто Нашла себя Как рабочий инструмент Молодежной политики В сфере формирования Антинаркотического Мировоззрения Но и как Субъект Который сам Воздействует На своих сверстников При этом взаимодействует И с Минобором И с госнаркоконтролем И самое главное Вот видите У нас здесь присутствует Отец Дмитрий Духовность везде Как основа Совершенства личности Мне это очень приятно Варвара Сергеевна Единственное что я вам не предоставил Столько возможностей выступать Как всем экспертам Но я думаю Вы коротко и ясно Всем расскажете Объясните Меня зовут Варвара Я студентка Третьего курса МГТУ имени Баумана И я являюсь волонтером МГТУ имени Баумана Вообще я хотела начать с того Что был задан вопрос О том что Какие-то творческие личности Принимали какие-то наркотики И производили шедевры На самом деле Это не зависит от наркотика Это просто очень талантливый человек И у него настолько сильные таланты До природы Что он просто не смог с ним справиться И вот когда он принял наркотик Его организм сломал Эту барьерную стену Его личности И от этого он вырвался наружу И смог произвести какой-то шедевр Но в то же время Это показывает в том Что его личность сломлена Он не смог с этим справиться Не смог справиться с тем Что дано ему природой Соответственно Он должен находить Какие-то другие выходы этому Что касается курения Вот я знаю Очень популярно у девушек То что Вот я курю И я не толстею На самом деле Это все не так Каждый наш организм Он индивидуален И соответственно То что вы будете курить И не толстеть Это может быть Меньше одного процента А на другой Это будет плохо сказывать Например На ваших желтых зубах Я не думаю Что парни посмотрят На девушку У которой будут желтые зубы Беззубые девушки Тоже не привлекательно Я думаю Вообще я хочу начать с того Что человек устроен так Что в течение всей его жизни У него есть какие-то авторитеты И если в детском саду Это наши родители В младших классах Это наши преподаватели То когда мы подростки Это конечно же Наши популярные сверстники Или какие-то ребята постарше И соответственно Когда подростки слушают Взрослых людей Они их слушают Но не слышат Они пропускают Эту важную информацию Потому что не считают И в этом случае Я предлагаю вступать В силу нам То есть мы молодежь Мы вчерашние подростки И мы до сих пор понимаем им И можем им правильно объяснить И направить на правильный путь Поэтому конечно я считаю Что самой эффективной формой Профилактики наркотического поведения Среди обучающих В образовательных учреждениях Это конечно работа по принципу Равный равному То есть сверстники организуют В образовательной среде Какие-то мероприятия И проводят их со своими друзьями Поясняя им Что правильно В принципе Хорошо Конечно же В основе поступков волонтера Лежит добрая воля То есть мы не ищем Какой-то выгоды И нас не принуждает это делать Это чисто наше желание Как-то внести Свою маленькую долю Лучшего в нашу жизнь И конечно же На безвозмездной основе Мы организуем мероприятия Которые проводим В различных обучающих учреждениях И проводим пропаганду Здорового образа жизни И формирование Антинаркотическое мирозрение Среди молодежи Вот здесь представлены Основные принципы волонтера Принцип самый важный Это равного равному Это когда вы разговариваете Со своим другом Не только по учебе Но и в чем-то помогаете ему В личном То есть помогаете ему Выйти на правильный путь Следующее Это добровольность Это все абсолютно добровольно Вы делаете это Потому что вы сами этого хотите А не потому что Вам нужно что-то от этого получить И конечно же Мы вне политики Это не идет Какие-то помощи В выборах президента В выборах мэра города И конечно же Мы не нарушаем Законы Российской Федерации Это не наша тема Мы конечно же Это все стараемся сделать В правила закона Сегодня наркобизнес Очень сильно стремится Проникнуть в образовательную сферу Общеобразовательную сферу И потому что Это огромный рынок сбыта Для наркоторговцев И в этой связи Мы волонтеры Движения Здоровая Инициатива Провозгласили Все образовательные организации И территории Активного противодействия Давления на наркосреды И пространства Для пропаганды Здорового образа жизни Среди сверстников наших Наше движение Было создано В 2006 году На базе МГТУ Минибаумана Где уже Как известно Много лет Успешно функционирует Исчебно-методический центр Здоровьезберегающей технологии Профилактика наркомании В молодежной среде Директором которого Является Наш Игнать Иванович Семикин Которому очень благодарны Вообще Волонтерство Это большая семья И вы понимаете Что когда вы приходите В какие-то мероприятия Вы приходите В большую семью Потому что Здесь не важно Кто вы Чем вы занимаетесь Главное Что вы пришли Принести Какую-то доброту Помощь своему товарищу Или другу Соответственно Мы стараемся Проводить Всероссийские акции Мероприятия Которые у нас Стали уже ежегодными Например Вот автопробег По городам Этим летом У нас Вот в июне Будет автопробег Москва-Крым И соответственно Туда едут Группы волонтеров Которые были отобраны И будут Проводить Какие-то Свои выступления В других городах И наконец-то же 20 мая 2012 года Мы были официально Зарегистрированы Теперь мы Общероссийское Общественное Волонтерское Антинаркотическое Движение Обучающиеся Молодежи Образовательных Учреждений Всех типов И видов Здорового Инициатива Мы этому Очень рады И потому что Благодаря силам Многих волонтеров Ежегодно у нас Проводится более 30 различных Оздоровительных Мероприятий Кстати Ближайший из них Будет 26 июня Как и говорили Теперь вы будете знать Это Будь сильнее наркотиков И мы вас всех Обязательно приглашаем Сюда Также Это у нас Оздоровительные Мероприятия По формированию Здорового Образа жизни Такие как Турниры по Фрисби Пейнтбол Картинг Так же Армрестлинг В заключение Я хочу сказать Что Мода На здорового Модного Человека Должна Развиваться Все больше Потому что Тогда Будут формироваться Пространства Единомышленников Которые будут Выталкивать Вот эти Поведенческие Акты Связанные С наркотиками За рамки Круга общения Что В дальнейшем Я думаю Будет очень важно Для нашего Будущего И будущего Даже наших Детей Потому что Я не думаю Что здесь Сидят совсем Молодые Ребята Поэтому Делаем Вывод Что Волонтерство В сфере Профилактики Наркомании И пропаганде Здорового Брыжения И является Наиболее Эффективным И конечно же Предлагаю Вам вступить В наше Волонтерское Движение Здорового Инициатива Мы вас Ждем В нашу Большую Дружную Семью Поэтому Спасибо Вам за Внимание И будьте Здоровы Спасибо Варя Один вопрос Тебе Вот Люди Спрашивают Как ты вообще Учишься Вообще Я отличница Вот Честно Могу сказать Что для меня Вауманке Это не очень Сложное Потому что У нас замечательные Предподаватели Которые Также помогают В волонтерстве Я вижу Многие смеются Но на самом деле Это так Если все Вовремя задавать Хвостов Не будет Вот И вообще На самом деле Это очень интересно Вы очень много Чего узнаете С многими людьми Знакомитесь И многие ребята Находят Свои вторые Половинки И какие-то новые Выучиваются языки Прошлым летом Я ездила На международный Конкурс Сильверстар Мы возили детей На конкурс Народного творчества И это было Очень интересно Мы были в Венгрии Познакомились С бойскаутами Которые Привели нам Большую Дружескую встречу У костра Это было все Очень интересно И на самом деле Я не жалею На это Потраченного времени Спасибо Варвара Но я думаю Варвара лучше Смотрится чем Кончита Ворст Согласитесь Я с бородой Буду красивой Спасибо Я желаю вам Все-таки учиться Еще лучше И когда вы сказали Отличница Мне было приятно Что не было улыбок Почему? Потому что Действительно В Бауманке Очень сложно Учиться И учиться на отлично Это очень сложно Поэтому и вопрос Такий не мешает Для общественной работы Я хотел бы вам Представить Климовичу Веронику Юрьевну Это клинический психолог Специалисты Минздрава К сожалению В этот раз Мы не смогли Предоставить Возможность В этих рамках Но у нас Через несколько Некоторое время Будет второй интернет урок И мы предоставим Чуть больше Возможность Выступить Чем всем остальным Я благодарен Всем за участие Хотел бы поблагодарить Во-первых Всех экспертов Давайте поблагодарим За то Что нашли возможность Выступить По Я скажу Непростой теме Согласитесь Все-таки Не каждый найдет Таких умных И красивых Хороших слов От души Которые могли бы быть Убедительными Для всех нас Конечно же Я благодарен МГТУ Мини Баумана За ту возможность Которую они сами Реализуют С точки зрения Пропаганды Нашего с вами Совместного Здорового образа Жизни И мыслей На этом мы с вами Заканчиваем Сейчас обеденный перерыв И в 4 часа ровно Мы начинаем Следующий интернет урок Регистрация будет заново Поэтому Там стол для регистрации Есть В 4 часа Подходите заранее В 16.00 Уже все сидят здесь В зале Поэтому С пол четвертого Будет регистрация На интернет урок Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!